Привет, дорогие друзья! Мы с вами так давно не общались, и у меня были на то очень веские причины. Но я так соскучилась по блогингу, по блогингу, что я решила вернуться. Следующий выпуск уже будет про кино, то есть это будет обзор на фильм «Ширли Валентайн». Я, кстати, не помню, как называется этот фильм на русском языке, на английском он же называется «Ширли Валентайн». Фильм, который основан по пьесе Вилли Рассел. Мне он очень понравился, поэтому в следующем выпуске мы об этом фильме поговорим. А в этом выпуске я вам расскажу, что со мной случилось, что вообще происходит, и какие есть новости, как это учиться в английском университете. Потому что я поступила в этом году в университет в Англии, и для меня это был еще один шажок к моей цели. Поэтому вперед-вперед, если у вас есть цель, вы к ней идете такими маленькими шагами, то я с вами. Я с вами, мы с вами идем вместе. К чему я это вела? Значит, что нового? Университет. Я поступила на факультет актерского мастерства, как для театральной, то есть как на сцене, так и актерское мастерство перед камерой. В этом году у меня будут такие модули, как... Боже мой, как меня это... Знаете, что меня больше всего раздражает, когда в моей разговорной речи? Это когда кончается словарный запас, и наступают вот эти минутные звуки. Поэтому я их буду стараться контролировать. И поехали опять другую. Боже мой. Кстати, дорогие друзья, вы заметили то, что наступает зима? Вот это открытие. Вот это да! Вы любите зиму? Я не очень. Сегодня был первый заморозок, первый заморозок здесь. И мне было жутко холодно. Мне это не понравилось. Мне не понравилось скребать машину. Мне не понравилось греться в машине. Сидеть первые минут пять, ждать, пока она разогреется. Поэтому я ставлю зиме дизлайк. Дизлайк. И на следующей неделе я буду покупать пуховик. И потом я вам покажу, какой я купила пуховик. У меня уже есть идея. Я начала говорить про университет, и вот ушла в пуховики. Значит, в этом году я прохожу такие модули. Значит, это написание монолога, написание пьесы или также сценария для фильма. Актерское мастерство по технике Демидова. Кстати, вот этот университет, который я выбрала, это был один из моих главных факторов, почему я пошла в этот университет, потому что они преподают технику Демидова. И я подумала, что с этой техникой я смогу давать воркшопы в Англии. Типа я русская, я даю Демидова технике. И вот на этом будет моя фишка. Например, также это актерское мастерство для медии. То есть медия для чего? Это для... Да, актерское мастерство на камеру. И также мы будем снимать целый фильм. Нам дадут готовый сценарий, и мы по этому сценарию будем снимать фильм, где сами будем играть. То есть мы будем там играть и также этот фильм снимать. Я не знаю, что получится. Я очень... Я в предвкушении. Я очень жду. Будет мой третий студенческий фильм. Надеюсь, он будет не последний. Когда я пришла в этот университет, мне там сразу понравилось больше, чем в моем колледже. Я так поняла, что колледж это такое место, куда попадают люди, которые, ну, не поступили в университет или не захотели пойти там в эту высокую школу. То есть в колледж идут просто, типа, ну, там хочешь иди, хочешь не иди. То есть те, кто не идут в колледж, они идут там уже дальше или работать, или они идут в какие-то более повышенные специальности, повышенные квалификации, учебные заведения. То есть университеты, или это какие-то драматические школы, или это школы по специальным предметам, или это по факультетам. То есть вот я пошла в колледж, и там была группа ребят, которые, в принципе, не особо им было прям интересно всем заниматься этим театральным искусством. То есть там были действительно несколько человек, которые у них глаза горели, у них был талант, им хотелось играть, они были за все за. Но были также люди, которые были скептически относились к разным театральным играм, или к постановкам, к идеям. То есть вот так разделилось. Когда я сейчас пришла в университет, к моей радости, 80% людей, которые в университете, они действительно хотят этим заниматься, они действительно хотят работать в этой креативной сфере, они хотят быть актерами, они хотят быть писателями, они хотят... То есть вот сразу чувствуется, что люди, прям у них глаза горят. Поэтому это большая разница в Англии для себя, я ее открыла. То есть вот твоя разница между колледжем и университетом. Я познакомилась с несколькими ребятами, у меня закрутились такие компаньонские отношения. Мы написали в прошлом семестре, в прошлом семестре, в этом семестре, на две недели назад, мы написали, каждый из нас написал свой монолог и с ним выступил. У меня был монолог про русскую актрису, которая приезжает в Англию, ей дают стереотипные роли, и русские, русское сообщество в Англии против того, чтобы она играла эти стереотипные роли. И вот идет ее путь от средней известности актрисы до того момента, когда она теряет все, потому что она срывается, она теряет самообладание, контроль из-за того, что на нее со всех сторон давят. То есть на нее давит это русское сообщество, на нее давит ее агент, на нее давят продюсеры, на нее давят люди, которые пишут в социальных сетях разные комментарии. И вот эта история об вот такой, о такой актрисе. И если у меня будет время, я бы очень хотела это, конечно, снять на камеру и выложить на мой YouTube-канал, как пример моего актерского таланта и также моего писательского таланта, потому что я писала это на английском языке. Да. И это, кстати, была одна из причин, почему я прекратила снимать ролики на YouTube. Я решила сосредоточиться на своем университете, я решила уделить 100% внимания университету, я закончила, приостановила некоторые курсы, которые я вела параллельно. И могу сказать, что ни к чему хорошему это не привело, потому что я стала сидеть больше в Instagram, я стала больше прокрастинировать в плане того, что, знаете, есть минутка, вместо того, чтобы говорить, так, Даня, давай, 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 сейчас сделаем еще это, сделаем, молодец, вперед. Я начала там, типа, ой, ну вот есть 5 минут, я отдохну, вот есть 5 минут, я полежу, вот есть 5 минут, то есть я так себя немного, ну, дала какое-то время, конечно, остановиться, перевести дыхание, сосредоточиться на учебе, но когда у меня сейчас учеба один раз в неделю, и мы просто пишем пьесу, то есть вот это все свободное время, оно у меня уходит на уборку, там, на сидение вот в этом Instagram, на, может быть, какое-то залипание, вот прямо действительно залипание. Кстати, еще осень, я думаю, что причина еще возможна в этом. Да, я закрыла свой Instagram, да, потому что я решила, что пока что я его закрою. Да, какие еще есть у меня интересные, что интересного пообсуждать в университете. Сегодня я проводила, да, блин, короче, до университета мне ехать 2 часа, 2 часа туда, 2 часа обратно, на самом деле я уже думаю, зачем, зачем я выбрала такой университет, почему я выбрала его так далеко, то есть я думала, что это будет просто, такая, типа, ой, там, да и пофиг, 2 часа, 2 часа, да, как вообще, я сейчас, когда катаюсь 2 часа, то я и 2 часа обратно, я думаю, на что я подписалась. Да, вот это такое небольшое видео, просто чтобы сказать, что я вернулась, что, кстати, да, пока я вернулась, я вам скажу, какие я могу дать вам советы, какие я могу дать советы, никакие я не могу дать советы, а еще, а еще здесь в Англии бушует какая-то страшная простуда, я ей болела 3 недели, просто невозможно, это каждый день встаешь, была такая дикая усталость, запахи были, тесты все отрицательные, была какая-то дикая усталость, то есть встаешь, и с самого утра болит горло, весь день я кашляла, просто было невозможно, ну, невозможно было ничего делать, такая дикая усталость наваливалась, и это тоже было таким демотиватором, то есть мне прям вообще не хотелось снимать ни видео, ничего, то есть хотелось просто лежать, уже в следующем, да, хотелось просто лежать, лежать и ничего не делать. Кстати, забыла рассказать, я выхожу замуж, я выхожу замуж, и об этом будет некоторые мои ролики тоже, как подготовиться к свадьбе, кому-то будет интересно, кому-то будет очень интересно, кому-то будет прям супер интересно, а кому-то нет. Прикиньте, у меня в университете, у меня один из моих монологов на английском. Эту пьесу выбрали для того, чтобы ее поставили в университете, и мои одногруппники нашли мой YouTube-канал, нашли вот это видео, где я снимаю с себя этот монолог, потому что не так много людей, кто снимает этот монолог. Он настолько необычный, в плане того, что у них все вирус, студенты, и они меня нашли по вот этому монологу, и после выступления они говорят, типа, вот, ты же там Татьяна Лебедева, говорю, да, это я, они говорят, мы нашли твой YouTube-канал, я такая, ё-твоё, это прям как у каких-то фильмов, ты думаешь, потому что я снимаю все на русском, они-то смотрят на английском, это такая, интересно, интересно, как у них это, как, что они думают, хотя, в принципе, вы знаете, тоже в театре такое есть, что после выступления актеры, они не, им не нравится, когда им подходят и говорят комплименты, потому что, во-первых, это все неправда, то есть тебя вот только что видел твой знакомый на сцене, и он тебе подходит и говорит, ну, ты сыграла замечательно, замечательно, ну, вот это просто лицемерие, потому что, возможно, ну, ты сыграла отвратительно, а тебе подходят и говорят, наоборот, вот такую вещь, и второй пункт, это если ты веришь положительным комментариям, то значит, ты веришь и негативным комментариям, потому что невозможно принимать только положительную информацию от всех, то есть те, кто говорят, что ты хорошо играешь, а те, которые говорят отрицательно, но ты их, типа, ой, да они все мне завидуют, или, например, от обратного, то есть если тебе дают какой-то фидбэк, там, негативный, и ты его принимаешь так же, то тогда, ну, как бы ты положительный, вообще, говорю, сейчас масло масляное, ну, вы поняли, что я имею в виду, правильно, вы поняли, то, что, ну, вот в актерской профессии такая есть фишка, что если ты принимаешь комплимент, то я принимаю недостаток, то есть они так же, типа, вот я звезда, а все, типа, говно, поэтому я стараюсь себя вообще как, ну, то есть себя оценивать со стороны, то есть для меня главный мой, мой главный критик, это я сама, то есть если я довольна своим выступлением после, это замечательно, если я не довольна, то я, конечно, очень по этому поводу грущу, мне нужно, чтобы кто-то мне сказал, типа, вот, ну, так держать, ты постаралась, видно, что ты старалась, вообще для тебя это какой-то новый экспириенс, так держать, Таня, все, вперед, иди дальше. Например, вот после этого монолога, который я сейчас делала, который я написала, и сама же его и сыграла, то есть я была довольна этим монологом на репетициях, но в конце, когда я выступала, то есть результат, который я получила от зрителей, то есть то, как они реагировали на меня, мне не особо понравилось, то есть там был какой-то человек, который вдруг вот посередине моего выступления сделал вот так, в зале, прикиньте, вот там вот я сижу, что-то говорю, вот как вы сейчас, а там вот кто-то сидит по другой стороне камеры, вот прям вот так, вот вы прикиньте, ну, сдержись ты, ну, тебе скучно, ну, окей, ну, потерпи немного, ты маленькая, там 30 человек сидит в зале, это все слышно, и у меня вот в тот момент, я когда его вот это услышала, я такая, о нет, но в те моменты, когда мне было нужно, они смеялись, и в принципе для первого раза прошло супер, то, что надо, дальше только лучше, дальше только лучше, дальше только лучше. Да, спасибо, что сегодня разделили со мной этот вечер, потому что у меня уже смеркается разница между Россией и Англией, три часа теперь по московскому времени, если вы живете в других городах, кстати, пишите, из каких вы городов, я же вас совсем не знаю, свою аудиторию, пишите, будем переписываться, какие у вас новости, где вы будете справлять Рождество, дома или в России? Хотят ли кого-то, дом это и есть Рождество, дом это и есть в России, да, я начинаю немного заплетаться уже. До встречи! Пока!